Добрый день, друзья! Мы начинаем в эфир передачи недельный обзор рынков от компании Fibro Group. И с нами сегодня аналитик компании Fibro Group Роман Шевченко. Роман, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Рад приветствовать всех слушателей и зрителей. Всех приветствую я вас. Сегодня у нас традиционный недельный обзор. Мы поговорим очень-очень кратко о том, какие события ждут нас на текущей неделе. Ну, вкратце так с коллегами пообщались. В принципе, неделя будет достаточно скучная, как и предыдущая. Прям уж очень важные какие-то события, за исключением буквально трех-четырех, в принципе, не будет. И сегодняшний день у нас вообще скучный. Мы с вами прекрасно понимаем, что в макроэкономике важной сегодня у нас не будет. Но, тем не менее, друзья, не расстраиваемся. Скорее всего, Штаты нам не дадут заскучать и какие-либо еще дополнительные всплетки нас будут ждать. Да, к примеру, как в последний торговый день прошлой недели доллар очень хорошо укрепился, в принципе, несмотря на то, что никаких фундаментальных факторов, я имею в виду тех, которые находятся в экономическом календаре, не было. Положительные экономические решения, политические решения существенно укрепили доллар. Поэтому, в принципе, даже несмотря на то, что уж очень каких-то значимых событий у нас не будет, ну или, как минимум, принятых решений в ряд и будет, поэтому и тем не менее торговая активность может остаться повыше. Вторник. Вторник, 24 октября, у нас с вами день деловой активности, да, день PMI. Практически все страны еврозоны, ну, они-то получат, конечно, все страны еврозоны, но нас интересуют Франция, Германия и данные по еврозоне в целом по изменению уровня деловой активности, как, в принципе, в производственном секторе, так и, конечно же, в сфере услуг. Улучшение этих показателей, безусловно, является хорошим сигналом для укрепления евро. Неожиданно слабые данные, негативные для евро. В принципе, этот же показатель будет опубликован и для Штатов, но важность для доллара, да, она чуть ниже, чем, к примеру, как этот показатель для европейских экономик и, в принципе, для евро в целом. Поэтому основной завтрашний день у нас с вами это торгуем евро, смотрим за отчетом по деловой активности. Среда уже более интереснее в плане того, что Австралия у нас отчитывается по инфляции, это именно квартальный отчет, поэтому, в принципе, он более-менее интересен. Хорошие данные все-таки могут оказать поддержку австралийской экономике. Но неожиданные слабые данные, мы с вами знаем, да, что там прогноз более-менее неплохой. Если неожиданно плохие данные окажутся, то, в принципе, австралиец будет под давлением. В Германии, в Германии, считается, будет опубликован отчет АФИО, это деловая активность, экономические ожидания и так далее. Улучшение, введение условий бизнеса, дальнейшее, даже, скажем, улучшение, конечно же, является хорошим сигналом для дел. Неожиданно плохие данные, ну, понятное дело, будут оказывать давление. В Британии у нас отчитывается по изменению темпа роста ВВП, это квартальный отчет, это предварительная оценка, соответственно, важность этого индикатора высока. Хорошие данные могут оказать поддержку фонду серлингов. Мы с вами знаем, что прогноз не ожидается существенного ускорения темпа роста, поэтому, в принципе, подтверждение на уровне 1,5% годового и 0,3% квартального роста. Вряд ли сильно, вряд ли сильно, как-то там отразится на динамике торгов фунта серлингов. Самым таким важным событием среды, напоминаю, отчет по инфляции Австралии, темп роста ВВП Германии, ой, Великобритании. И самым таким значимым событием будет отчет по процентной ставке Банка Канады. Мы с вами помним, что два показателя, это очень важно, два предыдущих показателя поднимались. Процентную ставку Банк Канады поднимал дважды к ряду. При этом, ну, в первый раз, да, еще ладно, согласен, были мысли о том, что Банк Канады может поднять ставку. Более-менее это решение было ожидаемо. То во второй раз чуть ли там не 90 с лишним процентов экспертов говорили о том, что дальнейшее повышение ставки маловероятное. Тем более второй раз к ряду. При этом мы с вами увидели дважды повышение. И я, в принципе, ну, конечно же, я не ожидаю повышения в третий раз процентную ставку. Но все-таки исключать такой сценарий я не буду. И в среду я советую торговать канадцам с учетом того, что какой-то сюрприз может все-таки произойти. И реакция рынка может быть очень-очень интересной. Поэтому следим в среду за канадцем. Наверное, будет самый такой интересный релиз для трейдеров. Что касается четверга. Четверг у нас ЕЦБ отчитывается по процентной ставке и по монетарной политике в целом. Напоминаю, что, ну, как бы ожидать каких-то кардинальных изменений не приходится. Процентная ставка вряд ли будет изменена, в принципе, как и объем покупок активов. Но, соответственно, мы с вами знаем, что Марио Драги любит использовать вербальные интервенции. То есть любит что-нибудь такое интересное сказать. И, конечно же, рынок реагирует на эти комментарии очень-очень бурно, очень активно. Поэтому все-таки следим за данным событием. Друзья, в четверг вы все прекрасно помните, все прекрасно знаете, что у нас есть такой интересный показатель по штатам, как количество привычных обращений за пособием по безработице. Ну, я практически каждый четверг говорю о том, что рынки достаточно сдержанно реагируют на этот макроэкономический показатель, потому что ситуация на рынке труда в штатах очень-очень хорошая. В последний четверг, то в предыдущий, я достаточно детально расписал и рассказал, почему это так все хорошо происходит. Сегодня же я напомню, что последний показатель, который был опубликован, у нас выше на уровне 222 тысячи. Это самый низкий показатель количества первичных обращений за пособием по безработице, там приблизительно за 40 лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что действительно ситуация на рынке труда в США очень-очень хорошая. Поэтому незначительное отклонение от предыдущих, от прогнозируемых значений вряд ли окажет уж очень сильное влияние на доллар. Сегодня в штатах на рынок труда не очень большое внимание уделяют. Поэтому не нужно как-то там активно реагировать на статистику по рынку труда. Пятница. Последний торговый день недели. Япония. Индекс потребительских цен, отчет по инфляции. Там, к сожалению, пока что ожидать каких-то очень хороших движений не следует. И уже когда мы переходим к американской торговой сессии, это предварительная оценка темпа в роста ВП, это квартал. В принципе, это важный показатель, потому что если все-таки будут неожиданно слабые данные, ну или ожиданно прогнозируется снижение после очень хорошего роста в предыдущем квартале, во втором квартале был 3,1%. Соответственно, в третьем квартале ждут эксперты замедления темпов роста экономики США на уровне где-то 2,7%. Если выйдут фактически данные на уровне, ну даже если мы возьмем первый квартал 1,2%, конечно же, у доллара будут проблемы. Если фактически данные выйдут выше 3%, 3+, то я склоняюсь к тому, что у доллара появится очень хороший потенциал для укрепления при условии, при одном очень важном условии. То у нас не будет появляться каких-то факторов геополитического давления внешне. Северная Корея или опять-таки тот же самый Ирак, который продолжает разработку и заявляет о том, что ускоряет темпы разработки ядерного оружия и так далее. Если всего вот этого новостного фонда у нас не будет, то будет более-менее нейтральный новостный фон и вдруг мы получим очень хорошие данные по ВВП в США, конечно же, у доллара будет потенциал. Но все-таки эксперты ожидают незначительное замедление, это 2,7%. 2,7% это достаточно неплохо для экономики США, учитывая средний показатель темпов роста экономики. Поэтому после роста на 3,1% еще рост на 2,7% это скорее положительный сигнал для доллара. Важно понимать, что нужно смотреть динамику. Если у нас есть 3,1% и следующий показатель увеличивается экономика еще на 2,7%, конечно же, это хорошо. Если же будут слабые данные, ниже 2, то тогда у доллара могут возникнуть некоторые проблемы. В краткосрочном периоде. Из самых основных факторов, самых основных новостных фонов я рассказал, опять-таки, по процентным ставкам ни ЕЦБ, ни Банка Канады я не ожидаю каких-то потрясений, каких-то изменений. Но, конечно же, если ЕЦБ вдруг решит поднять процентную ставку, что, наверное, очень маловероятно, то у евро будет очень-очень хороший потенциал для укрепления, особенно, если мы там увидим евро-доллар, где-то у текущих значений, а может быть даже движение в области 1,1670, 1,1680 до среды. В таком случае у евро, конечно, будет хороший потенциал для укрепления. А также, в принципе, если процентная ставка останется прежней, если будут комментарии достаточно мягкие, то не исключаю попытку сходить в пары уровня 1,1600, 1,1615. Вот так вот, в целом, если есть вопросы, задавайте, с радостью обсудим. Понял вас. Роман, естественный вопрос, какие у вас сделки сейчас открытого самого? Ничего сейчас открытого нет. Вот смотрю на евро, единственное, что есть желание покупать, вот 1,1743. Объясню, почему, потому что это очень сильный технический уровень. Покупок нет, были у меня на прошлой неделе покупки, ну там прям целая серия по евро-доллару покупал, выбило мне все по безубытку. Хорошо, потому что это очень высоко меня вынесли, чуть выше 1,18, поэтому, ну, как заработать удалось неплохо. Сейчас же мы вернулись к 1,1745 и здесь топчемся. Если паре удастся, ну, евро-доллару выйти выше 1,1775, тогда буду говорить о покупках. Пока что есть риск снижения и я еще раз говорю, что, в принципе, есть риск обвалок 1,1685 вот в эту область. Пока что есть риск вот такой. Тот факт, что мы сейчас видим импульс вниз на фоне укрепления, в большей степени все-таки доллара США, потенциал для достижения 1,1685, 1,1700, вот эта область очень-очень хорошая. Поэтому, кто в коротких позициях еще с пятницы, очень хорошо сидим, риски все нужно там 100% переместить в безубыток и все-таки подождать, посмотреть. Понял вас, Рамон. Спасибо вам большое за ваш обзор, хорошего дня и удачи на этой неделе. Спасибо и вам, всем удачи. До свидания.